Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Привет, боец! В этом видеоуроке я тебе покажу очень хорошую четырехударную комбинацию, но мы будем ее делать на мешочках с разным окончанием этой комбинации, для того, чтобы ты нарабатывал себе продолжение развития событий после того, как ты пробил комбинацию. Это очень важно и очень полезно. Смотри и повторяй. Я хочу, чтобы ты работал на мешке, как с реальным противником, потому что много ребят, особенно начинающих, просто пишут, что получают какое-то задание, делать удары или наносить комбинации, и они работают элементарно. и руки опустил, смотрит, ударил, ударил, так и ударил, там, дал на мешке, стоит, смотрит, руки опущенные, я устал. Или особенно, там, второй, третий раунд, когда работают, там, пошел, побил, руки опустил, и стоит, смотрит. То есть, нет, на мешке можно работать, как на снаряде, просто, да, как на снаряде, но ты тогда теряешь смысл этой работы. На мешочке нужно работать, как противник. То есть, если у тебя есть задача пить, ты пробил, но ручки ты вернул, дистанцию свою прошипал. То есть, ты должен понимать, что противник будет отвечать, будет тебя догонять ударами. Поэтому нельзя просто опускать руки, держать на поясе, там, когда стоять здесь, да, реальный пробит, на такой дистанции выключить, сразу боковым. Поэтому работать на мешке нужно очень правильно, скажем так, и нарабатывать на нем же бойцов с деревьями. Как работать на мешке, у меня есть видеокурс, в конце, и под этим видео у вас ссылочек, можете узнать. А теперь переходим к работе. Итак, прежде всего, какую комбинацию мы делаем. Это два прямых, левый и правый прямой, левый в печь, и правый в лодке. То есть, четырех ударная комбинация. Бам-бам-бам-бам! А теперь мы будем делать эту комбинацию в разных вариантах. Каким, в двух вариантах сразу мы огончаем. То есть, и первый вариант у нас идет тазик. Это спокойная работа, размеренная на скачки. Мы сокращаем дистанцию, наносим комбинацию. И затем, сразу же, оставаясь возле пешочка, делаем уклончик. И просто шаг вперед. Но лучше это делать немножко спорно. В серию пробил, немножко уклон, и сократим дистанцию. Взять и печь. И отсюда добавляем коллегу. То есть, суть нашей работы какая? Мы наносим комбинацию, сокращаем дистанцию, кричуем и пьем коллегу. Такая работа. Хорошая, когда ты чувствуешь свое превосходство с самопротивником. Да, когда тебе можно пробить жестко, сократить, заломать это, схватить, поджать и нанести колено. Или же, когда противник выше тебя. То есть, ты на скачке сократил дистанцию, сразу под рукой зашел и закинчевал. Но закинчевал жестко, плотно. И тут добавил какой-то удар коллегу. Итак, второй вариант нашей работы – это нанесение этой комбинации только на нож. То есть, более подвижную, такая боксерская, китерская работа. Мы все время будем работать в щелпочке. То есть, работая на ножках, мы наносим комбинацию, сокращая дистанцию, вышли так же. Та-та-та-та-та. Но сразу потом дистанцию разрываем. Так же на ножках. Здесь вся работа в порядке. Для чего это нужно? Это работа на разрыв дистанции. Такую работу хорошо использовать, когда противник более сильный, более мощный. Идет в руку, которая тебе не нужна, потому что ты можешь при отведении ударов получить больше урона, больше повреждений. Поэтому на скочке ты тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Насыпаешь. Четыре удара. То есть, они даже будут не не акцентированные, не сильные. Просто скоростная, быстрая серия. Так. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Попасть. И сразу разорвать. Не дать отведения. То есть, это хорошая работа именно отведения. Типа, когда противник сильный. И первый, и второй вариант работы хороши поспорить. Но ты уже будешь их применять. В зависимости от своих качеств и качеств противника. То есть, если он сильнее там стараться разрывать дистанцию, сокращать, разорвать и гибать в минуту дарами. Если он, ты чувствуешь свое превосходство и видишь, что он быстрее тебя, тогда наоборот. Тебе надо насыпать серию сразу, но закринчевать, вот тянуть, не дать двигаться. То есть, оба эти варианта довольно хороши. Подписывайся на канал, старайся на видео с друзьями, собирай все курсы в описании под видео. До встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok